Великого Николая Карполя В национально-психологически, еще раз повторюсь, очень тяжело, потому что, конечно, хочется и бронзу завоевать, и Уралочка хороший соперник. Но, слава Богу, справились. Нормально. Чем дальше, тем увереннее. Я думаю, что дальше еще лучше будет. Триумфаторы бронзовой серии завершили сезон в Нижнем Тагиле. После уверенных домашних побед умские кошки были настроены получить свое уже в третьем поединке. Но соперницы не собирались сдаваться. На площадку Металлург-форума вышла совсем другая Уралочка, рассказывает доигровщица Амички Наталья Мамадова. У них просто была командная игра, слаженная, у них все получалось. И в третьей, четвертой игре летела подача, они хорошо играли на блоке, в защите. Просто каждый игрок показал все, на что он способен. И я думаю, они очень хотели победить. В итоге третья встреча завершилась на тайбрейке. И завершилась она в пользу хозяев площадки. Было тяжело. Первый матч мы проиграли, но в упорной борьбе. А на второй матч уже вышли и хотели просто закончить эту серию там и выиграть там медали. Поэтому постарались и выложились. На четвертый матч омские кошки выходили как на решающую охоту за медалями. И на этот раз на Омской улице праздник. Амичка победила 3-1 в матче и в серии. Бронзовый состав команды на железнодорожном вокзале встречали весело и шумно. А из соседнего вагона с флагами и клубными атрибутами выходили верные болельщики-амички. Этот нижнетагильский выезд оказался счастливым. Фанаты не скрывали эмоций, ведь медали в Омске ждали в 6 лет. Это очень много эмоций, это много счастья, много радости, гордости за нашу любимую команду. Просто безмерное счастье, заслуженная победа. Игра была яркая, непростая. Девчонки боролись за каждый мяч, за каждый сантиметр площадки. Мы выиграли, мы бронзовые призеры. И бронза – это начало пути к золоту. Собственно, награждения на уральской земле не случилось. Поэтому завершающим этапом и дополнением к победному настроению станет вручение команде бронзовых медалей уже в Омске в ближайшие дни.